всем всем привет вот я вернусь с командировки и наконец-то мы можем взяться за салтой singularity или эволюции которая никогда не заканчивается устраиваться поудобнее берите всякие вкусняшечки и окна на засову чтобы никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписаться на канал рекомендовать друзьям и заходить телеграм-канал ссылочки будут в описании под видео также у меня появился тик ток заходите туда подписывайтесь и смотрите короткие видео смешные связанные с геншин и не только ну а мы начинаем сегодняшней серии мы коснемся бронзового века вышел какой то новое обновление здесь я вижу что здесь много чего есть но и начнем тогда с бронзового века бронзовый век наступивший после эпохи неолита примечательным увеличением использование плавленой бронзы в этот период некоторые цивилизации разработали ранее системы письменности централизованное правительство организовали ведение войны медицину и религию отсюда у нас идет медицина из-за инфекции генетических заболеваний несчастных случаев человеческое тело часто подвигается опасность ранние попытки вылечить эти недуги использовали травы элементальные знания о нашем теле чтобы пытаться спасти жизнь анатомия при подготовке трупов на захоронение обнажается все органы волокна человеческое тело как же эти органы работают в живом теле расположенные в центре тела сердца перекачивает кровь по нашим венам и в чем же функция мозга на разгадку анатомических тайн уйдут целые столетия и отсюда у нас выходит хирургия сильно поврежденное или ослабшее тело можно ли его восстановить не убивая пациента при этом одной из операций которые стали проводить в каменном веке и усовершенствовали бронзом веке является трепанация вырезание отверстий в черепе для снятия давления на мозг и отсюда у нас идет уже по шлам металлургия первые инструменты были сделаны из камня теперь мы работаем с металлами который прочнее и долговечнее чем все что мы использовали раньше отсюда у нас идет добыча руды под землей хранится много ценных ресурсов давайте начнем строить шахты чтобы получить доступ ко всему этому богатству и отсюда у нас пошли пирамиды пирамиды гизы являются гробницами для трех поколений эгипетских фараонов самая большая из них пирамиды хеопса состоит из 20,3 миллиона камней это сооружение из полированного белого камня строились по подобию храма солнечного бога мумификация веря в то что смерть это мост между мирами египтяне усовершенствуют технологию сохранения тела удаление органов высушенные натром природными солями обертывание пропитанной воском ткани усеями амулетами много-то украшенный саркофаг для мумии вот премиальный погребовый пакетик из пирамид у нас идет инженерия решение проблем связанных со строительством машин и таких массивных сооружений как пирамиды города требовало точного применения естественных наук и математики первые инженеры такие как герой александрии и имхотеп из египта создали чертежи которые пережили тысячелетия роликовый блок трос подвешенный через колесо сокращает усилие необходимое для подъема тяжелых предметов чем больше тросов и колес тем легче подъем роликовые блоки сыграли решающую роль в строительстве массивных конструкций и транспортировки товаров и материалов из бронзовек у нас еще выходит в философию буквально переводится как любовь к мудрости она ищет ответы на тайны существования задавая вопросы о реальности, здравом смысле, разуме, вселенной и даже самом знании свод законов зафиксированы на глиняных табличках указы вавилонских царей подавляют хаосы и капризы и призывают к правосудию кодекс хамурапи самый длинный из 282 законов охватывает такие сферы как торговля, труд, брак, преступления и гражданские вопросы например задолженности и отсюда у нас выскакивает Зикурат в Уре трофей разблокирован шумерские цари усиливают мощь своих городов-государств строя Зикурат или горы богам террасный комплекс в Уре увенчан храмом Намны лунного бога мудрости, который видел будущее как прошлое но очень плохой обзор что у нас еще из бронзовека здесь выходит сама бронза выплавляя бронзу мы можем производить материалы более прочные и долговечные чем наши предшественники могли представить медные инструменты и оружие уже не актуальны мы входим в новый век гвоздь штыреобразный объект из металла гвозди используются для быстрого скрепления материалов революция в деревообработке и столярных работах позволяет нам создавать более прочные конструкции винт последний изобретенный простейший механизм представляет собой большой цилиндр с витками в форме винта или спирали начните вращать цилиндр и витки станут улавливать в воду и перемещать ее дальше орошая посевы винт преобразит здание процесс приготовления пищи производства и многое другое а здесь неолита почему-то идет времена до открытия плавки металла люди переходят от охоты и собирательства к земледелию и возникают первые деревья отсюда идет фермерство люди начинают выращивать оккультуренные растения не нужно собирать растения ягоды когда мы сами можем выращивать урожай нам больше не нужно быть кочевниками впервые мы можем поселиться где-то ну и понятное дело это все идет к бронзу век уже ирригация подведение воды к сельскохозяйственным культурам позволяет увеличить урожай и расширить пахотные земли вдоль рек, каналов и дам прокладываются обыкновенные канавы которые направляют маленькая вода к засеянным полям вода со скольных борт перемещается на вылезные террасы окруженные каменными стенами отсюда у нас идет висячий саду Симирамиды представьте себе возвышающийся высоко над пустыней многоярусный королевский сад из фруктовых деревьев и пышных растений каждым своим ярусом разрушающий сложившиеся шаблоны об этом чуде света поражающим своими современными на то время методами рашения и герметичностью крыш будут писать и через тысячу лет после его исчезновения и у нас из фермерства идет следующий этап одомашнивание животных зачем охотиться на то что вы можете выращивать для упоя зачем выполнять тяжелую работу если можно учить животное делать это за вас зачем идти на разведку в одиночку если можно взять с собой пушистого друга приручение лошадей вьючные животные или боевые кони одомашние лошадей возможности безграничны колесница ранее открытие в области транспортировки и войны колесницы заряженные лошадьми делают нас мобильными особенно на поле боя троянский конь союз сына троянского царя и жены спартанского царя стал причиной войны которая в течение тысячелетий описывается в различных литературных источниках как гласит история все мы с вами открыли конечно и 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 но это смотрю вроде бы все все мы сделали а вот теперь другой вопрос вопрос очень актуален вот за вот это вот куплено 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 здесь все куплено замечательно ну а что тогда получается сегодняшняя серия подходит концу друзья мы сами все открыли прям прям все 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 что здесь было мы открыли в бронзовом веке и я думаю следующая серия уже будет по событию которое нас тут открывать сила изображения она скоро начнется и мы за него ухватимся и посмотрим а на сегодня все до новых встреч не грустите не болейте всем пока пока